Телефонные мошенники изобрели новую схему обмана. Своих жертв они убеждают прятаться и не выходить ни с кем на связь. В это же время злоумышленники звонят их родственникам и требуют выкуп. На уловки аферистов поддалась жительница Элисты. Мы сделали реконструкцию событий, чтобы уберечь доверчивых граждан над опасностью. Далее подробности. Никто не мог и представить, что телефонный звонок матери сыну обернется настоящим кошмаром для всей семьи. Спустя пару дней женщина пропала, а сыну позвонил незнакомец, заявивший, что его маму похитили и ему необходимо заплатить 3 миллиона рублей, чтобы ее освободили. С чего все начиналось ей? В телеграмме пришла смс от ее руководителя, что сейчас ей позвонит сотрудник ФСБ, куратор их организации, что надо ему помочь. Потом через какое-то время звонит якобы сотрудник ФСБ, куратор этой организации и говорит, что вот возбуждены уголовные дела. То, что сейчас позвонит следователь, который будет вести ее дело, параллельно с следователем будет вести сотрудница Росфин-мониторинга. Через какое-то время действительно звонит какой-то человек, представляется, что вот он следователь, что вот он будет вести ее дело. Через какое-то время тоже звонит сотрудница вот этой якобы Росфин-мониторинга, представляется, и начинается обработка, так сказать, вхождение в доверие, что ли. Там очень сильные психологи, она говорила очень быстро и много, что мама моя не успевала вообще сообразить, что происходит. Для убедительности они назвали суммы на карточках, которые у нее были. После этого она начала еще больше в это верить. Путем психологического давления злоумышленники убедили женщину оформить в банках кредиты и перевести денежные средства на так называемые резервные счета. Самое важное, как твердили лжесотрудники, потерпевшие по ту сторону телефона, никому не говорить о своих действиях, даже родным. На самом деле это делается с целью ограничения общения жертвы с родственниками и друзьями. С этой целью женщины убедили приобрести новый мобильный телефон, сим-карту, а также снять в аренду квартиру, при этом никому не говорить об этом, так как это может угрожать ее безопасности. Как сообщают правоохранительные органы, это принципиально новая схема в арсенале мошенников – имитация похищения человека. Аферисты связываются с жертвой и сообщают ей об угрозе некоего преследования, спастись от которого можно лишь одним путем – спрятавшись во временном укрытии. Добраться до так называемого убежища надо самостоятельно и ни в коем случае не выходить на связь с близкими. А пока жертва находится в изоляции, злоумышленники атакуют родственников и начинают агрессивно требовать выкуп. Мама мне позвонила с другого номера и сказала, что я телефон свой оставила там-то и забирать его не нужно. И все, пропало из связи, грубо говоря. Через минут 5-10 позвонил человек и очень грубо начал разговаривать. Сначала назвал мое имя, убедился, что это я и сказал, что мама у них в руках, что с ней пока все нормально. Если я хочу увидеть живое и здоровое, я должен найти 3 миллиона рублей. Все, я буквально минут за 5 начал оповещать родственников. Все по-тихому, естественно, не понимая, что вообще происходит. Как так, мамы нету. Я, естественно, тоже напуган, как сын. Буквально она недавно была на связи, теперь она не на связи. И звонят люди и угрожают. Вот, естественно, я как бы делал все это аккуратно. Позвонил знакомым, друзьям, братьям, так сказать, они посоветовали, что надо идти и обращаться в полицию. В данном случае женщине пришло сообщение в телеграм от ее руководителя, в котором он просил ее выполнять все действия. Для правдоподобности мошенники загрузили в лыжи аккаунт реальное фото начальника. Все же в таких случаях лучше перепроверять номер, с которого отправлено смс, или связаться с тем, кто его написал по телефону. Мошенники каждый раз придумывают новые схемы. Представляются для убедительности сотрудниками правоохранительных органов. Не стоит верить вслепую, кому бы то ни было. Сразу звоните близким и сообщайте о ситуации. Благодаря оперативным действиям сотрудников регионального МВД, жительницы Элисты нашли в одной из съемных квартир в первом микрорайоне столицы, куда она уехала по заданию телефонных мошенников. По словам сына потерпевшей, женщина не могла и поверить, что ее смогли найти, и все произошедшее уловка аферистов. Тем не менее, подобные ситуации явление нередкое, но очень многое зависит и от самих потенциальных жертв. В целях профилактики и предупреждения подобных фактов МВД по республике Калмыкия разъясняет, что при поступлении сообщения в социальных сетях, либо в мессенджерах с подозрительным текстом с аккаунта вашего руководителя или коллеги, необходимо связаться с указанным человеком самостоятельно и лично уточнить информацию. Если бы они увидят, что их родственники замкнулись в себе или там, я не знаю, какие-то подозрительные поведения, чтобы как можно раньше, ну, я не знаю, на диалог с ними выйти, чтобы они сказали, в чем проблема, чтобы не молчали. Потому что, я же говорю, они основной упор делают на том, чтобы человек не рассказывал, что вообще происходит. Доверять звонкам с неизвестных номеров не стоит, и все же холодная голова – универсальная методика против тех, кто хочет обогатиться за ваш счет. Эльвик Якшаев, Джиргал Хичиев, Борис Санжураев. Информационная программа «День республики».